Добрый день. Подожди, что-то не видно. У вас что? Телефон, наверное? Нет, у меня компьютер, но у меня включено видео. Подожди, Мадринка. Сейчас я узнаю, в чем тут дело. А сейчас... Меня хорошо слышно? Сейчас. Ну... Что-то нету. Подожди, Маленький, подожди, Катерина. Ну, что же? Я вас, кстати, тоже не вижу. А ну-ка, посмотрите там, что у вас. Может, что-нибудь нажать надо? Нет, у меня все включено. А сейчас я вас вижу, а вы меня не видите, да? Видим, видим. Да, все. Видно меня? Все, видно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Не против? Нет. Давай, говори. Да, мир вам, мир братьям всем. Рада вас видеть. Да, хотела поблагодарить вас за то, что вы были очень расположены ко мне. Так, подожди, что-то не очень. Все? А, говорит, благодарю, что вы были очень расположены к ней. Так мы сейчас расположены, не только были, а есть. Меня сейчас лучше слышно? Нет, лучше ее слышно, нет всех. Да что-то не очень, что-то звук как-то съедается. И на лето готовься к нам в лагерь-то. Да, спасибо, Христос. Я вот хотела попроситься в лагерь воспитателя. Только в лагерь у нас будет по-другому, в другом формате. По домам теперь будет. Я уже смотрела ролики и уже знаю эту информацию. Если надо, могу и подготовить уроки для занятий с детьми. Что я так почему не понимаю? А ты понимаешь? Да, отлично понимаю. Надо же так. Что-то я в просонок. Не знаю, что это плохо понимаю. А так это я могу подготовить занятия для детей. Это все мы сделаем. И будешь и занятия подготовить. У нас же сейчас по скайпу идут занятия. Это вы знаете? Да, да, я знаю. Я просто работаю и не успеваю. Вот. И вот, Игнатий Тихонович, я решила пока дома остаться. И отец Геннадий меня благословил на служение в работе воскрес на школе. Пока я здесь, в городе. И здесь большая работа. Здесь поле просто не спахано. Ну, хорошо. Вот. И у меня есть еще вопросы. Давай. Вы говорите, что баптисты, они находятся вне церкви. Значит, у них нет благодати Духа Святого. Но вот у меня такой вопрос. Но люди же, они принимают рождение свыше. Дух Святой их касается. Как тогда это объяснить? Ну, как касается. Написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Мне этот вопрос постоянно в университетах задавали. А как вот баптисты? Они сами приходят. Как? Дух Святой открывает. Но они застыли на первой ступени и дальше не идут. У них нет священства, нет благодати освящающей, как говорит Пеофан Затморник. Нету. Нету ни литургии, нету ни причастия, ничего нет. Остальное – это выдумка. Если бы, например, они приняли апостольское преемство, но сохранили все заблуждения и все традиции, то мы бы их все равно принимали как благодат, как имеющих возможность спасения, да? Что, что, сохранили даже рукоположение, что ли? Если бы они приняли рукоположение, но сохранили все свои заблуждения, ее бы приняли? Нет, конечно. Если давать будет кто-то там согласиться, допустим так, что если бы патриархия согласилась, они сразу должны были подписать как-как принятие. Ладно, обойдутся они без поручей, без ризы, но есть моменты, которые никак нельзя упустить. Они должны принять не кеоса, не городский символ. Посты. Посты, допустим, не все, но, по крайней мере, великие и среда пятницы. Это апостольское правило. Крещение только в троекратное полное погружение и назад не опрокидывать. Вертикально. То есть есть вопросы, которые можно обговорить. Они скажут, а мы не будем молиться ангелам. Пускай они молятся, лишь бы не хулили. То есть есть моменты, которые можно. Ну, вот это тут экономия-то, а не там, когда грехи прощаются. То есть это было, и Василий Великий. Там донатистов принимали, а он не согласен. Но так как другие епископы согласились, и он согласился. Перекрещивать их или не перекрещивать? А вопрос об этом стоял. Да я об этом давно-давно говорю. Но с ними, когда беседуешь, они начинают доказывать в аптисце, что у них там Мартин Лютер, епископ был. Ни одного дня он епископом не был. Во-первых, никогда не был. Он был монах. И женился на монашке. То есть два обета нарушены. Ну и что дальше? Там и говорить больше не о чем. Зачем, говорит, ты на земле, а Бог на небе? И чтобы он не разрушил дело твое. Вот сейчас они там, однополые браки, это все оттуда идет. Вся мерзость идет от этого, ну что там, лютеранства, протестантизма. Вот еще хотелось спросить. Есть факт того, что ангеликане имеют апостольское преемство. Они потому что вышли и из католической церкви, со всеми епископами. Вот полностью. И швейцарские лютеране тоже имеют апостольское преемство. Ну католиков и лютеране, как сравнивать? Католики это церковь, а лютеране это 1517 год. Еще 15 столетий нигде Христа не было, церкви не было. Нет, нет. Швейцарские лютеране, они имеют апостольское преемство, потому что все они вышли полностью из католической церкви и епископы, и присвитеры, и верующие. Но если епископы вышли, то у них уже есть... Обман, обман, они ездили. Мы когда эту тему разбирали, поехали специально там были. Даже вот Симонс, Меннон, вот отец Геннадий из Менонитов. У них епископа не было, он был священником, и все. А этот просто монах. Никто из епископов это не перешел. Мы об этом говорили, это тоже дело Божье. Господь не допустил беззаконие утверждать. Они меняют много, они подвижны. Здесь вот никаких крестов, ничего не было у баптистов. А сейчас крест поставили. А до этого воевали там, не принимали ни одного изображения. А сейчас прямо в молитвенном доме огромное изображение нарисовано. Спасибо, Христос. Вот еще такой вопрос. Насчет закончен. У них не было ни одного епископа. Не было, никогда. Но вот даже отец Геннадий говорил, что в Швейцарии, лютеране, они, когда выходили из католической церкви, вышли и епископы тоже. Ни одного не вышли, это обманывают. Они ездили отсюда, специально у нас были люди, которые там разбирали. Ни одного епископа не переходило. Не было. Которые епископы были, а они... Почему папа-то приготовился на войну идти с ними? Думали еще как-то уладиться. А потом теперь говорят, что большая польза была бы, если тогда правильно это дело рассудили. Реформа была нужна. А какая реформа? Повернуться к понятному языку каждой страны. Лютер-то, он ничего не сделал, лютер-то, кроме того, что Библию перевел на немецкий язык. А это разве маловажно было? Он был ученый монах. Он великое и величайшее дело сделал. А дальше-то что? Ну, как Карл Маркс говорит, что лютер вместе с водой ребенка выбросил из купели. Кроме того, говорит, он сделал, что мирян сделал священниками, а священников мирянами. Он не признавал совершенно это рукоположение. Послание Якова, говорит, совсем выбросил. Оно не подходит никак, и все по боку. Ну, нельзя же так. Я с ними встречался в Латвии. Беседовал, встречи были. Не епископ, а, ну, как Тони там называется, старший назовем его, у лютеран, потому что они священцев-то не имеют. Хорошие люди. У нас немка была лютеранка в Потеряевке. И мы с ней ездили туда. Я достал большую Библию, ну, говорил там, дали. А она умерла. Я пошел к детям, а дети все неверующие, Библию, чтобы выручить. Они не дали ее. Большая, крупными бухами готическими. Они сами дети-то считать не могут. Думаю, я ей помогал. Какую-то часть имей в этой Библии. Хотел взять, не дали. Так что о рукоположении даже заикаться не надо. Это обман. А не епископом он был. То есть они не знают. Никто не перешел. Зачем бы они сегодня придумали, что Мартин Лютер был епископом? А вот то, что там перешли вместе епископы, это не каша в котле. Тут каждый решал сам. А не так, что Германия раз и в один день все перешли. Так не бывает. Простые могут перейти. А бывает, наоборот, священник перешел, ну, куда-то в секту. А остальные остались. Вот в Красноярске там. Там двое боев, там Павелы. Увлеклись. Это Нью Эйдж. Это просто ересь такая. И начали с ними там боротаться. И заседание было. Их на 10 лет отлучили. Даже церковную одежду, чтобы не носили. У меня оттуда близкие кепархии люди прислали материалы. А он-то на меня до этого выходил. Я увидел там несерьезные такие. Так все. Ну-ка. Давай, говори. Так, вот я еще... Посади кого-нибудь еще. Еще давно таким вопросом озадачено. Почему мы перед всяким делом поем Царю Небесную и достойно есть? Почему, например, в конце всякого дела мы прославляем Матерь Божию? Это не совсем понятно мне. То есть, почему такой порядок молитвы? Ну да. А почему достойно есть мы в конце всякого дела? Это не ко мне вопрос. Это вопрос священникам. Священническую сферу я никогда не затрагиваю. Я могу каждую молитву поврось объяснять. А почему такой порядок? Это не мое дело. Это алтарное. Я туда не заглядываю. Она имеет в виду, в конце занятия почему достойно поем? В конце занятия и в конце дел. Ну, это сначала только так. Это про нас говорится. Я думал там, как, почему поем? Это принято так было? Вот, допустим, уходят люди, когда из храма-то. Считается полностью начал семипоклонный. Нам оставили одну Богородицу Девятца, кстати, достойно есть всякого истину. Так было испокан веку, так князь Владимир принял. Ну, интересно, что в конце всякого дела почему-то мы именно Божью Матерь. Ну, просто не знаю. Это Никоновская реформа все порушила. Вы хотите узнать, зайдите к старообрядцам, посмотрите. А старообрядцы кто такие? Те, которые нерушимо держат все богослужение до Никоновской. То есть от князя Владимира. Они приходят, считают. Они считают не царю небес. Это мы перед началом занятий. Всегда царю небес и в школах считалось. А то я на Кронштадтского там я считал где-то. А достойно это у нас взято из этого. Как семипоклонный. Божью милостью будь мне грешному. Создавь меня Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешным. Утром считается. Достойно. Потом слава отцу и сыну. Еще три поклона. И потом поклон бескрестного знамени. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причинства Твоей Матери. Ну и всех святых. Помилуй нас все. Три поклона и пошли. Вот называется семи поклоны. Начал без последних трех поклонов. И мы это мы берем достойно. Так принято считать. А определение где какую молитву считать. В домашних делах вообще нет никакого регламента. Мы можем считать перед началом о Царю Небесном. Но так уже принято всегда было. Когда считаешь где-то в школах. Когда при Анне Кронштадтском было. И всегда перед началом занятий считалось Царю Небесную. Нам зачем перемещать местами-то. Так было всегда. Мы так и приняли. А объяснять, а почему. Вот мы с Царю Небесной занятия в университетах начинали с пения. Она очень емкая молитва. Это вот 20-25 минут. Я всегда разъяснял эту молитву. Молитву Царю Небесной 60 проповедей сказал. 60. И ни одна не повторялась. Сколько в ней заложено. И я вижу, что правильно делали. Царю Небесную. Она везде. И в утренних молитвах везде первая идет. Так что относительно достойно. Вот такой ответ. Это Царю Небесную. Это вообще известно и принято. Вот еще. Когда возникла практика чтения псалтыри над усопшими. Почему мы псалтыр читаем кофизмы? Вообще-то никак не ухожу. Когда возникла практика чтения псалтыри над умершими. Да вообще бы разговаривать не надо. По умершим там ни одного слова нет. А когда возникла... Это надо с Кабалиновича открыть. Это был профессор Киевской академии. Дореволюционное издание. А когда что? Вот у нас сообщает, допустим, сестра одна назначает. Ну вся псалтырь, 150 псалмов, развивается на 20 кофизм. А каждый кофизм на три славы. На три части. После каждой части слава отцу и сыну. Ну вот это вступительное аллилуйя. Ну она распределяет кому какие читать. И мы всегда, когда умирал человек кто-то, наш верующий где-то. И тогда молились. Мы знали. Нам выделили кофизм 17-й, там 15-й. Она на 20 человек разделила их. Ну в течение 40 дней молились. Принято так. В первую очередь мы не знаем какая от этого польза. Но польза мне, когда я читаю. В первую очередь мне. Вот нам сейчас сообщили. Она у нас приходила. Ну родственница. Двоюродная сестра Агафья умерла. А там старообрядка умерла в Новосибирске. Очень и очень добродетельная. Олимпиада. Это Агафья. Нам сразу сообщили. Мы каждый день молимся за новопреставленных рабов, рабынь твоих. А они до 40 дней, ну где-то помним так. Принято в православной церкви так. Я никогда в молитве не вмешиваюсь. Принято. Ну и все на этом. Вот непонятно еще зачем у нас в церкви существуют записки Сырёха Пауста о здравии. Например, мне непонятно зачем записки о здравии. И в них пишут, например, людей здоровых. У меня, например, мама целую стопку на месяц вперед пишет записки и по разным церквям их разносит. Пишет, например, людей здоровых. Если это о здравии, то надо тогда писать у людей, которые болеют. А зачем просто членов церкви писать, которые здоровы? А болеют, болеют что ли? Нет. А почему пишут записки о здравии? Ну пусть пишут они. Зачем принимают? Пишут понятно. А зачем принимают? Вопрос не к тем, кто пишет. Они пишут, желают здоровья. А те, которые там молятся, они зачем молятся, когда людей не знают? Какое ему здоровье надо? Он сегодня бутылку выпивает, а здоровье больше дает, две бутылки будет выпивать. Какое ему здоровье-то надо? Курит все время. Зачем ему здоровье-то? У нас этого не положено. У нас на три, как сказать, рода молитвы. Первое, за здравие, за упокой. И третье, для всех, за обращение. Чтобы Господь их привлек, открылся им, чтобы они уверовали, покаялись. Тогда за раба Божий. Иначе мы неправду говорим. Помяни раба твоего. Никаким рабом он не был. Он раб греха. Почему они пишут? Желание, чтобы не болели люди, любят их так. Но в церкви это не за деньги же. Вот я завтра буду отвечать на вопрос. Там одна узнали, что не крещеная, а моченая. К священнику пришли, он принес десятину. Священник два раза, что ли, взял, говорит, и не стал брать. А почему? Не положено. Я говорю, он лукавит. Десять бабок-то что это дадут? Там пенсия-то мизерная. Если берет он десятину, он не должен больше нигде брать. Ни за молебны, ни за таинство, ни за требы. А это дальше-то он выходит, что делает? Машина освещает, офисы. У него там-то навар-то намного больше. Вот почему. Я знаю это, и притом не только здесь, а в других государствах. А если вот у нас оно принято, то у нас нигде деньги не появляются. Десятина, все. Десятина-то батюшка еще там для архиерея. Поехать куда? Уголь покупаем. Тут много где. И хватает на все. А отдельно у нас добровольное пожертвование дают. Это нуждающимся на церковные нужды. Избранные люди там, кто у нас кассир. Время от времени ящик скрывает. Несколько человек все записывает. К болящим, к роженицам. Что-то купить надо. У нас так поставлено. Деньги у нас нигде нет. С тарелкой не ходят. У нас этого нет. Просто висит ящик пожертвования на дело Божие. Кто щедро сеет, щедро жнет. Написано. Но не совсем мне, конечно, понятно, почему пишут в записках о здравии людей здоровых, не болящих. Это очень странно. Ну, надо объяснять. Я правильно не отвечаю по вопросу. Своих только записываем за здравие. Нет, в общем, за всем вообще пишут. За здравие, когда люди здоровые. Ну, как, Катя, поясняется? Я это ответил. Любят их они. Они хотят, чтобы были здоровы, не болели. Главный-то лозунг у людей какой? Эпиграф жизни. Жить, грешить и не болеть. Что умрут, то они знают. Жить, грешить и не болеть. Все на этом. А мы должны разрушить эту постановку. Сказать, жить и славить Христа. А болеть или не болеть, надо научиться правильно болеть. И правильно умирать. Этому учить надо. Потому что человек 70 лет, говорит, и лучшая пора. Какая лучшая? От 20 до 50 лет. Лучшая пора, что труд и болезни. Мы трудимся в это время, зарабатываем, семью кормим и болеем. Там простыл, там грипп и еще что-то. Давыд это знал. Лучшая пора. А уж по царость вообще чахнет человек, чихает. Никуда не годный. Как пенсионеры встретятся, только и разговоры. А чем болеешь? Я говорю, я ничем не болею. Как так? Да никак не болею и все. То есть, что я чем болею, я не считаю это за болезнь. Болезнь, вот Сергей Козлоп лежит, парализованный. Вот это болезнь. Сломала шейку бедра, тут бабушка, она болеет. Это понятно. А какой я больной? Я голубям на крышу лажу, на велосипеде гоняю. Сама видела. Видела? Да. Ну, и еще когда с ребятами пилим деревья, я им нигде не уступаю. Я их еще упарю. Так что у меня, вот бывает иногда соборование. Я никогда не хожу на соборование. На соборование не ходят, а зовут к себе, написано. Кто болен, призовет пресетеров. Призовет. Почему? Я только что хотела спросить о соборовании. Ну что, хотела про это спросить? И при том помолятся над ним. Не о нем, а над ним. То есть, он лежащий над ним. Вот у меня телефон, я над ним склонился. Так и человек. В первую очередь призовет, а во-вторых над ним. А стоят здоровые, крепкие ребята, сестры, как оладушки перемазанные. Ну, это действительно странно, что у нас сейчас соборовают всех подряд. И здоровых, и больных. Потому что апостол Лайков пишет, злостраждет ли кто из вас? Пусть молится и больно кто из вас. Пусть призовет пресетеров и помажет его. А сегодня соборовит всех, кому не лень прийти. И помолится над ним. Не надо завоевать. Над ним. Тут еще толковать-то надо. И сверху. Под ним это под него. А над ним это сверху. То есть, он и над ними склоняется, а он лежит больной. Он недвижимый. Это понятно. Кто болен? А я не болен. Я еще буду призывать. Я всех полумертвых поднимаю, когда мы где бываем на благовестии. Я начинаю, бабушка, еще лежишь. Не могу, там уехала дочь одна, то, другое. Ну, лежишь-то, еще ты лежишь-то. Почему? Болею. Ну, как болеешь-то ты? Есть, встаешь, на двор ходишь. Да какая же это болезнь-то? Ты знаешь, что у нас президент есть? Какой? Я говорю, Владимир вызвать. Ну, так вот молись за него. Я говорю, на Японию поехал. Чтобы покушения на него не было. У патриарха там нападения на него какие. Патриарха поносят в интернете везде. Ну, обвиняют в чем-то там, в нехороших делах-то. Ну, ты помолись за него. Ты чего лежишь-то? Она лежу, встает. Я всех бабок растереблю, когда по домам-то идем мы, зовем. Я чтобы ушел, а она лежала, как правило, не будет. Я все подниму. Начинаю стыдить ее всякое. Как ты можешь лежать-то? Дети неверующие, сын запился, и ты лежишь. Да ты вопияй к Богу, ты умрешь, ты все равно умрешь. А ты будешь шевелить, у тебя кровообращение лучше, аппетит будет. Гляжу, баба моя заулыбалась, поднимается. А она вышла старенькая такая, ну, видно, дряхлая. Я говорю, баба, сколько вам лет-то? А тебе сколько? Я говорю, 75. Да ты сопляк еще. Я обрадовался так. Баба, ты меня прям похвалила. Да, теперь вообще боевой буду. Сопляк, это совсем лет пять. Ну, видно, что я лет под 95. Ну, надо жить как-то весело, интересно. Еще подыскиваются друг под друга, везде люди завидуют. У меня, я знаю, что никогда не надо не завидовать, не быть недовольным, никогда не клеветать. Вот эти не слепи вместе и отруби. Ты христианин. Я как-то сказал проповедь небольшую. Пять Б, без которых не спастись. Ни один не спасется. Давай записывайте. Я говорю, ну, что записывать? Оно прямо... Ну, первое, самое первое, Бог. Это вот глухонемые, вот так буква Б показывается. Б. Бог, без Бога можем спастись? Нет. Ну, записывай, первое, Бог. Второе Б, Библия. Это у нас так принято. Второе Библия. Третье Благовестие. Идите на Благовестие. Четвертое Благословение. И все это для будущего. Все, иди и проповедуй. Вот пять Б, без которых никто не спасется. И начинай работать. А не, 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 такие тоже пять выстраиваются. Не завидуй, не злись, не злопамятствуй. Да вот там, там, клевета... Да наплевать да забыть русская пословица. Было о чем думать. Каждый день рождает новую надежду. Вот упал самолет, 92 погибло, артиста. Уже как будто ничего не было, даже не поминается. Вот у них горе. А у меня какое горе-то? Курочка сдохла. Ты всегда думаешь, что другой, обязательно есть человек, которому труднее. И ты о нем помолись. Радости научись видеть. Я хотел завтра начитывать. Ну, раз уж подвернулась под руку, то похвалюсь. У меня сегодня радость. Был один человек, я так прикровенно скажу. Вот. Ездил там, миссионеры были, говорили. И везде все снимали. И были у хорошего священника эти люди, кто-то. И все снимали. Прошло 2-3 года. И у священника взломали дом и утащили иконы. Иконы драгоценные были. Видно, что они не наши на бумаге. Вот. И когда вора спросили, милиция, то он сказал, а я в интернете нашел этот дом, снимали-то. И поэтому приехал и ограбил. Двери выломал. Священник, конечно, тот на того человека разобиделся, кто снимал и тот пытался сказать, да воруют везде и не снимают нигде. У нас в Потеряевке воруют то, где не снимали. А кто снимали, там не воруют. Наоборот, все. И вот сегодня этот человек, обиженно-то, сообщили, что этого вора-то привезли, видимо, для очной ставки, там, или экспериментируют, как это было показать, как он ломал. И священник с ним поговорил. Поговорил. И говорит, ты вот это делал такое, ты как на исповеди, скажи, как это ты? Ты в интернете узнал? А что из интернета он узнал? Это ему сказал, кто поймал его, милиция. А тот передал этому священнику. А теперь он прямо, священник с ним разговаривает. Он говорит, я, говорит, ничего в интернете не видел. Ничего себе. А тут уже и дружба уже нарушилась, и все. Ну, священник на того человека, который снимал-то у него, на режиссера-то, что у него в комнате иконы показаны были. Я, говорит, даже в интернет не заходил. А как ты приехал? Ну, храмы есть, говорит, там, приехали, откуда мы, из Санкт-Петербурга, откуда взломали, да и вытащили. Ну, начали искать, там, одни иконы здесь, другие уже продали в Белоруссию. Ну, кое-что нашли. И священник этому, на кого огневался, на режиссера-то, звонит. Это мне уже сегодня все известно стало. Простите, я погорячился, оказывается, вы совсем не виновны, я вас люблю. У этого человека хорошая дружба была с режиссером-то. Ну, и сегодня вот такая радость. А если был бы священник совсем не верующий, что бы он сказал-то? Нет, я, говорит, кому говорил про это, сегодня позвоню, скажу, что тот человек не виноват. Нет, потому что его никто, ну, как говорится, наводку не дал ему. А тут-то на эту тему я уже говорил. Зачем тебе, дорогие гоны-то, иметь-то? Зачем они нужны? Изъятие церковных ценностей. Через это десятки тысяч людей зарубила советская власть. Они же не судили за изъятие церковных ценностей баптистов-то, а там еще и нету. Нету баптистов-то, этих субботников, как неправильно называют их, адвентистов седьмого дня стали, тут трепать-то. Какой доход-то? Они говорят, нет дохода никакого. Ну, что-то продаете, не продаем. Я знаю, как это мне их начальник говорил, руководитель. Ну, деньги-то у вас же есть, деньги есть. А как? Десятина. А на десятину, говорит, налога не будет у советского государства в советское время. Ну, а с чашкой ходите, вот эта тарелка эта там, ходим. Так это добровольное пожертвование. Добровольное, говорит, тоже налогу нет. Им надо налоговая инспекция, чтобы что-то взять-то. И все, отстали. И у нас так же было, меня вызвали, крутили-крутили. Ну, хоть что-то вы продаете свечки, потому что православное. Какие же вы православные? Я говорю, мы собираем деньги, покупаем воск, бабушки льют, а батюшка ставит сколько надо. У нас нет денег. Вообще нигде нет денег. Не считай десятину. Святая десятина покрыла все. И воровство, и торговлю. У нас на все хватает. На электричество, на содержание, за землю. Десятина. А на самом деле народу-то мало, и бабушки одни. Ну, а одни-то одни, но деньги есть. Притом, вот, библейско-сибирское общество приезжали на издание книг, на перевод на алтайском языке. Ну, ой, роты там. Так он этот приезжал, ну, два-то, а мы сразу сбор сделали. Мы их не знаем, это библейско-сибирское общество. Так он говорит, вы у меня вышли на первое место по сбору денег, по жертвованию. На первое место. Он по всей Сибири собирает там копейки, а у нас народ жертвенный. С пенсии там где сняли, пришли. У нас цифра всегда была у него шестизначная. Вот и все. То есть, людей надо учить. Учить надо. У нас люди очень отзывчивые. Батюшка вот поехал на Украину, мигом деньги собрали. Вот там, где Донбассе, помочь. Ну, где-то что-то такое там, антрацит или какой-то город такой. Накупили там всего машины две, ну, такие, не грузовые, легковые. Приехали, благодарность привезли оттуда. Вот там храм сгорел в Беларуси. Батюшка объявил, сразу собрали деньги и туда. Это надо учить людей и молиться. Молиться, и Бог сердца располагает. А просто-то можно передраться, и друг друга не знаем, никто не накормит. А у нас после каждого занятия, перед занятием, после службы, остаются люди, обед, все время трапеза, каждое воскресенье. Как одна семья. Вот к этому надо стремиться. Да, Слово Христово такое мало где есть у нас в храмах. И я еще хотела спросить, меня, наверное, плохо слышно, да, Настя Тихонович? Почему? Спрашивай, Катя. Да, говори. Вот, есть у нас в православной церкви такой библейский колледж, наследие, он находится в Москве. И вот о нем я хотела спросить. Есть в этом колледже такая практика, молительное чтение священного писания. Они взяли эту практику от католиков. И меня немного смущает подобная практика, потому что во время чтения священного писания идет сначала молчание, просто люди молчат, раздумывая над текстом Библии, и потом каждый делится своим мнением и впечатлением. И не принято, например, если человек может где-то заблуждается, не принято спорить, дискуссировать. Как вы смотрите на такую практику? Повтори еще раз, в Москве как оно называется общество? Вот, есть в Москве, у нас в православной церкви такое... Есть в православной церкви в Москве такое... Ну как, Георгия Кочеткова, наверное. Нет, нет, библейский колледж наследия. Библейский колледж наследия в Москве есть. Не знаю, не слышал даже. Первый раз слышу. Еще раз повтори сейчас. Еще нового-то там. Вот, есть у них практика, они взяли от католиков молитвенное чтение священного писания. Они взяли от католиков молитвенное чтение священного писания. Молитвенное чтение священного... А что это такое? Молитвенное чтение... Ну вот, я сейчас объясню. Ну, в общем, люди собираются и сначала молятся, читают текст из Библии и размышляют о нем. После этого каждый делится своим мнением и впечатлением, но толкование святых отцов не принято читать или говорить, и не принято дискутировать и спорить, если кто-то неправ. Они сперва молятся, потом читают какой-то стих из Библии, и каждый размышляет. Размышляют, как это применить в жизни. А потом говорят, и там у них принято не обсуждать это. То есть, как ты сказал? И толкование святых отцов тоже не читают. И не толковать. Как не толковать? А без толкования тогда еще и собирать себя, я дома прочитаю. Ну, непонятно. Блаженна Фефилакта. Яна Златоуса. А для чего не толковали святые отцы? Это у баптистов так. Как понимаешь, ты Таня, как ты Ваня, сколько голов, столько умов. У нас не так. Мы вот занимаемся, по порядку идем и дома, и по скайпу занятия идут. Сейчас мы как раз все время в интернете выставляем, насчитываем. Новый завет толкования блаженного Фефилакта. Вот этот трехтомник. А откровение уже насчитали. Это отец Геннадий Фас. Он три года работал над этим. Что говорили об этом, о каждом стихе. Святые отцы. И попутно разбирают все заблуждения сектантов разных. У нас-то точно так же, только как. Просчитали, обсуждать. А еще обсуждать-то надо сначала узнать толкование. А потом посмотреть, как оно в жизни применяется. Вот это надо. А там люди совсем неопытные. Нам нужно, чтобы Писание заговорило с нами. Чтобы мы увидели, что Писание живое и действие на Слово Божие. Как меч обоюдоводство. До разделения души и духа состава мозгов. Вот у нас занятие идет каждое воскресенье после богослужения. Пообедает и сразу занятие полтора часа. И по скайпу так же. Считается место Писания. И как святые отцы говорили. Ну а блаженный Фефилакт, он объединил, какие были. Больше всего там у него взято из златоуста. Вот у нас такая практика. А при чем тут католики? Я их вообще не понял, с чем тут они. Потому что они у католиков взяли эту практику. Да какая практика? А что значит молитвенное изучение? Мы начинаем молитвой и заканчиваем молитвой. Это, ну если угодно, можно назвать и молитвенное. Ну то есть они читают стих Писания, молятся про себя и размышляют. А потом каждый говорит свое мнение. Да зачем твое мнение, когда толкование есть? Все бы так делали. Его уже вымолили толкование 2000 лет назад. Нам не надо просить, открой мне. А нужно принять и исполнить. Какие же мы православные? Патриархия как раз и выпустила блаженный Фефилакт от толкования. Без откровения. С откровения мы первые выпустили за 2000 лет. Трехтомник у меня. Видела? Да, у меня есть он. Видела, нет? У нее есть. Да, да. А, у тебя есть. Ну тем более. Ну вот и все. А что, размышлять я буду, сидит там девчонка или парень и будет думать. О чем он будет думать-то? Это надо жить, во-первых, так. Потом надо это объемно всю Библию знать. И что до тебя было сказано. Это огромный труд. Почему одних избрал Господь, говорит, апостолами, во-вторых пророками, третьих учителями. Разве мы учители? Я никого не учу. Я просто озвучиваю, насчитываю. Я златоусы считаю 12 томов. Как я учу? Я считаю по букве, от корки до корки. Мое учение нигде нет. И которые говорят, там называют это все глупость. Я просто, как Андрей Кураев говорит, Игнатий-то ничего своего не говорит. Он целые пласты, говорит, поднял, которые мы забыли. Забыли, говорит, а он их поднял. Там о мощах, о другом. Вот это правильное разумение. Еще хотела спросить. Есть свидетельства, но все это подтверждено, и документы сохранились, что священники православные в XIX веке гнали баптистов. Они тогда еще назывались штандистами. И православная церковь, она принесла ли покаяние баптистам за это? Нет, не принесла. Папа Римский принес покаяние. Вышло письмо, пришло. Синод русской православной зарубежной церкви, к которой мы относимся с самого начала. Они пишут к старообрядцам, мы, наши отцы, гнали вас, и не за это ли постигла такая кара нас от большевиков? Вот как надо рассуждать. И все епископы, и митрополит подписались. Простите нас. Мы просим у умерших и у вас, простите. И удалит Господь пусть себе препятствия. Православная церковь, вот патриархия, она беспокаянная. Евреев гнали? Гнали. Гнали, били в Одессе, везде. Папа Римский принес, поехал в Иерусалим покаяние. А патриархия, она вообще не кается. Вот, допустим, Санкт-Петербург, возьмем большие города. Там мечети всегда стояли. Но оно же многонациональное государство, российское было-то. Дикая дивизия, охраняли, которая царя. А там никто же не скрывает. Мечети стояли, синагоги стояли, кирхи стояли. А у старобрядцев не давали. Старобрядцы это природные, которые приняли. Их гнали, ссылку давили, они там сжигали себя по тысяче. Спрашивается, за что? Евреям молиться можно? У них синагога, у этих мечеть стоит мусульман. У этих кирха. Все можно, старобрядцам нельзя. Вот пусть они ответят, за что гнали старобрядцев? А что старобрядцы? Они старый обряд держали, как молились не троеперстно. Они Иисус с одной буквы пишут. Остальное там в молитвах два раза, только Аллилуйя надо говорить, а не три раза. Третий раз уже на русском, слава тебе Божия. То есть, Библии-то они не касались. Вот этот фильм «Раскол» Николая Достоля, режиссера, как раз об этом говорит Никона, вакуум там, борьба какая шла. Тут надо просто увидеть, да, баптистов гнали. Ты можешь, Степняк Кравчинский пишет, такое есть. И там почитай, как они издевались, гнали. Гнали, не просто гнали. Лев Толстой помогал Малаканам выехать там в Аргентину. Они преследовали всех, которые сектанты, а вот эти, которые официально, буддистам это все разрешалось. Буддистов никогда не трогали. Мусульман не трогали, католикам разрешали, старобрядцам нет. Опечатали их алтари. Я был. Сохранили старые журналы, «Старобрядческая мысль» называется. В 1905 году вероисповедание дали свободное, и алтари распечатали там паутиной, там лет 70, наверное, было закрыто. Не давали. Самое несправедливое отношение у православной церкви было перед старобрядцами. А теперь признают старые обряды и новые, равноспасительные. Книги равноспасительные. Ну, покаяние-то не принесено. Об этом в Москве на Берсеневке от храма Христа Спасителя метров 250. Отец Кирилл Сахаров. Он служит все по-старобрядчески, но он не единоверец, он прямо московской патриархии. И сейчас печатают, показано, митрополит Иларион, правая рука патриарха Кирилла. Шапка у него старобрядческая. И служит все по-старобрядчески. Все по-старобрядчески, до буквы. Правильно делают? Правильно. Мы людей можем привлечь только своим правильным отношением к делу. И принесли, только говорят, равноспасительные, а то книги нельзя, пальцы так у тебя отрубать, пальцы. Ну разве, ну кто когда-то это делал? Апостолы так разве делали? А то еще Аввакум ему говорит. Аввакум Петрович Кондратьев. Вот такая, брат, история. Тут патриархия, она беспокаянна. А раз беспокаянна, она обречена. Коммунисты не приносили покаяния, они исчезают. Покаяние должно быть, покаяние. Я рассказываю, католики гнали, когда сотрудничали с Гитлером, да, сотрудничали и принесли в этом покаяние. Папа вышел и сказал, да, мы не правы, папа пей, там, приноси с Гитлером. А эти нет. Советская власть все служили, не то что служили, а развозили заразу коммунизма. Сергеянство стопроцентное. И покаяния нет. Нет покаяния ни по одному вопросу. Нигде. Только гнать. И все это властями. Вот мы ездили, где миссионерские поездки были. Везде, где бы ты ни был, священники сразу вызывают милицию и тебя давят. И лгут, что мы свидетели Иеговы, там, или что, что-то. Они безбожники. Я не о всех говорю, а об отдельных. И это все мы засняли, и милиция они вызывают, как и... И я все это списал на диск, принес епископа, и говорю, ну, подари, кто будет здесь. Когда они покаяние принесут? Они лгуны, лжецы. Взяли, позвонили. Тут один хороший корреспондент позвонил в Барнолу, да нет, говорит, это православное. А мы договорились официально, афиши развешали. Ну, а там сверху толкнули, он начал лгать и милицию вызвал. А милиция приехала, экипаж стоит, и не подошли молодцы. А ничего, говорит, не нарушается. Мы людей оповестили за неделю. Село большое одно, 20 тысяч, а в другом 50 тысяч. Это город настоящий. И там, и там милиции вызвали. И милиция тут же стоит, мы снимаем. А зачем поп вызвал? Он говорит, документы у нас проверили. Все, говорит, у них на месте. И он стоит, милиция, а что дальше делать-то? Да ничего, иди домой отдыхай, воскресный день. А поп стоит здесь, куражится. Я рассказываю то, что у нас есть. В других местах еще хуже. Хуже. Показывают, как баптисты или кто-то там вышли, где-то стоят при везде в город на остановке. Видела там? А то они идут, и там ведром на них, водой. Ну что, ладно или нет, книжки у них. А ты хоть одну книжку-то читал? Мы в одном селе были. Ну и бабушки говорят, а у нас тут были какие-то. Говорят, нехорошие люди. Они давали что-то читать нам, а священник вызвал и сказал, отдайте. И мне изжег книжки. И представитель света сказал, отдайте. Я говорю, ни одно не осталось. Она говорит, а я не дала, спрятала. Это в наше время, вот в наше. Я говорю, ну и принеси. И она принесла это отделенные баптисты. Я когда просчитал, бабонька, послушай, я тебе посчитаю. Стал читать, да как хорошо написано, куда лучше-то. А ты сожгла. Прости прощения у Бога теперь. Тебя поп на это натолкнул. А они верующие. А вере говорят, они совершенно правильно говорят. Они тут не Божью Матерь не хулят. Я их и бабок-то этих растревожил там. Надо быть искренним, истинным. Не свое искать. А каждый ищет свое. А мне зачем свое? Я к себе никого не зову. Мы проехали, ну сколько сказать, ну 600-700 городов и сел. И мы нигде никого никуда не звали. Всех в храмы Московской Патриархии направляем. Если нет храма, ехать епископу, даем совет, как что написать. А нас хвост и в гриву попыт долбит. А меня это не касается. Он отвечает за то, что он делает, и отвечает за то, что я делаю. Как один сказал, говорит, я отвечаю за то, что сказал, а не за то, как ты понял. У меня тоже есть знакомые православные, которые видят у меня баптистскую литературу, отделенных баптистов. И там очень хорошо написано, даже лучше, чем православные пишут. Ты тоже даже не открывают, не читают, уже говорят, что там ересь, все неправильно написано. Хотя даже и обложки не открыли, не посмотрели, что там написано. Как, на ее говорили, на баптистов или баптисты на православных? Православные на ее говорят, что она баптистские, у нее есть книжки. У нее? Ну и что? У меня есть все баптистские журналы, целые подшивки. Баптистские, адвентистские, яговистские. Все у меня, если я прихожу и раздаю, и люди считают. Мы ярно пести Николаевича здесь, выходя из храма, в трапезной считаем. Как его не слушать-то, когда хорошо говорит? Хорошо говорит, правильно говорит-то. А если бы с ними не встречались, мы не говорили, у нас бы баптистов не было. У нас сколько баптистов в общине-то? И адвентисты, которые оттуда пришли, там были крещены. А пришли они, здесь обратились, и отца Геннадия бы не было. А через отца Геннадия сколько пришло? Его брат родной Вильгельм, там его жена умерла она, вот. И Саша племянник, он сейчас священник классен. Через отца Геннадия столько пришло, и их, немцев, другой веры. А как он, вот что интересно, когда человек что-то имел, ну, мы встречались, было, и у него нет благодарности. Он отошел тогда, я без тебя все знал. Ходил на занятия в университете, сидел, писал, а потом Сатана его подкусил где-то, и он теперь, ну, все, поносит. У него ничего нет. А отец Геннадия никогда не, он всегда говорит, вот я так-то был, вот наша первая беседа, она у меня в книгах есть, я ее на пленку записан, на катушку. Вот, как Игнатий на лестнице стоит, краской красит, а я внизу держу банку, держу, говорит, а он в это время мне рассказывает. И поэтому он такой благословенный, такой плодовитый. Это настоящий златоуст в наших дней. Да, слава Христу. Я еще хотела сказать насчет свидетелей Иеговы. Недавно приняли закон, запрещающий им проповедовать. И у нас в церкви многие православные радуются этому и люкуют, торжествуют. Но это, конечно, я думаю, неправильно, даже несмотря на то, что это страшная секта, но Господь нам сказал, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Поэтому это неправильно гнать, надо по-другому, надо им свидетельствовать и не запрещать. Православные всегда гнали. Константин Великий только дал свободу православному, они сразу же потребовали арестовать еретиков и всех сослать. Это не сегодня. А Константин говорит, вот стол садитесь и беседуйте, никого гнать не надо. Константин, язычник, он перед смертью принял крещение только. И он правильно призвал. Да, они и такие, да, они еретики, но еще ты сделал. Ну и закон Яровой, Ирины там, он требует, чтобы были регистрированы и тогда уже проверены. Мы сразу выдали своим всем и все. И нас не трогает никто. Но ты не радуйся, что ему тяжело где-то. И что у нас с властями хорошее отношение. У нас с дорогой были задержания иногда. А, мы думали, вы баптисты там или адвентисты. Руку жмут там. Я говорю, ой-ой-ой. Какой кровью харкать будем? Да разве это можно? Власть нас одобряет. Не то, что она правильно знает, а просто там сцепка такая. Ну, они смотрят у нас документы с собой. Документы, что мы, командировочные, как сказать. Ну, мы написали. Пищати стоят, зарегистрированы, все. И они с нами там, начальник уголовного розыска, фотографируются. Я когда увидел все, я ужаснулся. Как мы отвечать будем? Тут есть такой отделился, ну, его называют клоун Сергей Журавлев. Архиепископом себя прозвестил. И вот в одном городе, даже скажу, где в Туле, священники на него напали и там пошли в органы или где пожаловались. Ему сайт закрыли. А мне сообщили вечером. Я взахался. Скорее, знакомому священнику звонить в том городе. Пойдите в епархию, упросите, чтобы они сняли этот запрет. Что же вы делаете-то? Да он еретик. Это решает. Ты никакого отношения не имеешь к Ютубу. Зачем? Он сегодня ночью откроет 3-4 сайта в разных странах. Так и получилось. Они его расшевелили, он сразу там в Индонезии, в Японии, где надо, открыл и все. Сегодня деньги все делают. Зачем же вы делаете? Надо человеку показать, что то, что у нас есть, лучше того, что он имеет. Вот говорят, евреи захватили, все, деньги все из страны выкачали. Я не опровергаю. А мусульмане только голову режут. Я не опровергаю. И говорю, надо бороться с теми и с другими. Но оружие только одно – любовь. Только любовь. Покажи им, что со Христом лучше, чем без Христа. А для этого нужна вся жизнь, чтобы показать. И не то, что я напрягался. Просто это моя жизнь. Вот так я должен жить. Как, говорит, быть пятым Евангелием. А это гнать, это оборони Бог. Это даже говорить нельзя. Мы можем встретиться, побеседовать, дать книги, молиться. Да, я хотела поприветствовать Романа. Мир тебе, Роман. Где он? Роман попался? Приветствую. Роман, а вы не в Потеряевке сейчас живете? Ну, пока приехал сюда, пожить немножко. Я его не отпускаю, чтобы пожил, да пока снег не будет таять. Нам хорошо тут вместе. Ты куда пропала? Слава Богу Христу, я у себя в городе Абакане. И, ну, пока здесь, я здесь трожусь. Вот, у меня есть служение в церкви и благовествую в школе общеобразовательной. Ну, и слава Богу. Вот так. Ну, вот, пока удивительно, что там в школе я веду библейские занятия. И удивительно, что преподаватели, директоры очень расположены. И они это даже приветствуют. Это, я просто поражена. Удивительно. Первый раз такое встречаю. Ну, это Господь так делает. Да. Это только с Божьей помощью так. Ну, слава Христу, конечно. Слава Христу. Вот, Игнатий Тихонович, я еще хотела спросить. Вы говорили, что знали отца Александра Мения, да? И беседовали с ним. Вот, я хотела спросить о нем. Есть в Москве тоже храм Космоидомиана в газетном переулке. И там находится остаток общины отца Александра Мения. И я там была, и общалась с этими верующими. И у них есть такие взгляды. Когда я пришла на службу, у них принято ходить в брюках, и стричься. И они все практически там без платков. И они последователи отца Александра Мения. Получается, отца Александра какие-то были такие взгляды, убеждения, что его паства так ходят? То, что внешне они как мирские, да? Да. Такие они и есть. Я говорил, а у них... А это не важно. Это вся верхушка, вся интеллигенция у него были, его прихожанами. Я знаю. Видел, я там был у него и причащался, кажется, два раза. Знаю. Ну, что говорить? Не сама ли природа учит вас, чтобы женщина была в платке? У нас видела как? Ни одной волосинки нет. Как она прикрыта? И мы это не выдумали? Посмотри, картины Репина, Сурикова, Поленова. Русских людей показывают. Женщины без платка вообще не были. Ну, а что они так? Вот тут приезжали от Георгия Кочеткова у нас. И мы ради вас тут, а женщин-то своих переодели. Выходит, там как попало-то, да. Еще много крестят, говорят. Я знаю, это послабление. Как много может? Вот у нас полная программа, это 450-500 часов оглашения. Этого нигде нет столько. А почему? Канона от 3 до 5 лет. И у нас это регулярно было, и все годы. И еще из этих кто-то уйдет. Это тоже такое было. Павел говорит, многие потерпели кораблекрушение в вере, не без веры. А о которых говорил, теперь со слезами говорю, поступает как враги креста Христова. А теперь я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. То есть это все было. Конечно, это скорбь до смерти. Ну а что сделаешь? Другого пути нет. Мы должны в Слово Божие сверять свою жизнь. Вникая в себя и в учение. В себя и в учение. И поступай так постоянно, занимайся с ним. Вот так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. А не то, что там ты, я православный, буду вот так поступать, а ты так. Я вот баптистам никогда не говорил, заучивайте наши молитвы. Или покупайте свечи. Или молитесь по нашим молитвословам. Даже у меня в уме этого нет. Я знаю, первоапостолька церковь ничего этого не имела. Я не говорю им креститься рукой. Главное, чтобы они познали истину, толкование святых отцов. Имели священство. Чтобы была литургия. Литургия. Хотя бы, ну, литургия. Она должна полная быть. Тут никак ее идет. Но это не я решаю. А если бы они согласились, просили об этом, я говорю, два-три, у них называется старший пресвитер, теперь епископами называют, там нет ничего. И тогда бы подписали это так, соглашение. Пусть они без ризы будут, но не в галстуках, и чтобы не брились. Это определенно четко. Без галстуков это масонское все. И не брились. Ну, надо просто знать, чего просить. К нам что просить? Они к нам пришли, а не мы к ним. Они-то откуда взялись? Они церковью не называются. Церковь Христос создал. А они-то уж полторы тысячи лет спустя. Христос отдельно никогда не создает. Одна церковь, и врата, да, не одолеют ее. Ну, я их знаю. Пятьдесят с лишним лет с ними вожусь. Хорошие люди. Хорошие люди. Ну, застыли на первой ступеньке. А молодежь сейчас совсем ничего не знает. Встречаешься с ними, они какие-то не такие, как вот 53 года назад, 54, когда я был в Венсполсе, где меня Господь нашел, Слово Божие изучали. А они ничего не знают. Даже про Ярла Пести спросил. Это всемирно известный радиопроповедник. Его дети сейчас работают здесь в Москве. Не знают, даже не слыхали. Все. А обо мне слыхали все. Все наказаны, чтобы не встречался, не разговаривал. Как они всякие молвы пускают. Тогда кто-то им говорил. Кажется, Олег Стеняев это рассказывал. Встретился с баптистами. И он стал говорить. Они говорят, да ты. А вот у нас, говорит, в Барнауле там человек есть. И когда он стал говорить, а нам сказали, говорит, вы только сразу уходите. Если он будет говорить, то вам уже не подняться. Вы как прирастете. Он заколдует вас. Скамейки, прирастете. Ну, и мы, говорит, хотели подняться. Так и не смогли встать. До конца слушали. Вот. Пожалуйста. Зазомбировал, говорит, самозги-то им. Да. Ну, вот, Игнатий Тихонович, я еще хотела спросить насчет молитвословов. Есть у нас обилие в церкви разных молитвослов на всякую потребу. Там каких только молитв нет. Наверное, на все дела. Наверное, нет такой молитвы. Ну, в общем, разные дела есть. И меня это немного смущает. Зачем молитву составлять? Как что сделать, другое? И люди воспринимают эти молитвы как мантры или заговоры. Уже даже разучились молиться своими словами. А зачем составляют разные молитвы? Что это вроде как люди понимают, как мантры какие-то. Вычитал и все. Ну, а почему? Вообще-то, да, но если ты смысл-то вкладываешь, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Я считаю, больше трех раз, Господи помилуй. Не надо говорить. Господи помилуй. Постой маленько. Господи помилуй. Чтобы душа дошла. Ли Богородица. Он снять счастнейшую херувим на каждом припеве молитвы Симеона. Ну, раз уже есть, я православный, я все принимаю. Но я знаю, почему это принято. Просто знаю историю. И ничего нельзя сделать. Тут сорок убрать надо. Сорок. Господи помилуй, это неверие. Неверие, что Бог возвал ее. А это так, трещит, как Григорий Богослов говорит. Трещат, говорит, как сороки. И потому суть, не молятся. Как мантры, действительно так. Но если так рассуждать, на небе все время говорят, свят, 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 Господь, Савох. Исполнивший небо и землю славы свои. Опять свят, свят, свят. Это уже миллионы лет. Мантры это или не мантры? Словословие это не мантры. А это словословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Можешь еще не знать, только пой, и все, тебе хватит этого. Она имеет в виду, на всякий случай, вот в конце Библии, когда на разные случаи составляют молитвы там. Когда без дождя, вот это, на построение дома. Ну, это разве плохо? Хорошие молитвы. А когда люди сам-то считают, там в другой раз так нагородят, что только скажешь, не веди, Господи, в искушение. Ну, ты возьми, надо о чем-то помолиться. Человек еще дай, дальше-то ничего и не знает. А ты посчитай псалтырь-то, как он, Давид? Он поминает все, что было, милости Бог, как я считаю, 105-й, 106-й псалом. Он все-все-все-все истории, это молитва, псалом, это песнопение. Да и баптисты другие, они песни заранее составляют. Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в жестоких страданиях Христа истомил, как дорого нам он спасение купил. Пойдем перед ним. Составлена заранее песня, она больше смысла вкладывает. А тот, который казах, он поет, едет на коне и поет. Самолет летит, СССР, Москва, поезд бежит, дым, труба. Ну, что ты, что видит, а то вы поет. А ваши тоже там эти поют-то в горах-то, тоже что-то поют. Когда пасут скот-то. Ну и сравни, когда считаем мы молитву Василия Великого, Яникия, Златоуст, что сравнивать-то? Своими-то словами много не разбежишься, если у тебя опыта-то нет. Я считаю, молитвы надо смотреть. Бывают такие вот, которые там иконы богородичные такие, не богородицы, а именно иконам. Я их никогда не считаю, время нет. А к богородице мы каждое утро считаем молитвы. Каждая. Кроме воскресного дня, потому что в храм идем. Хорошие молитвы. От забвения, уныния там все перечисляется. Мы православные, мы чтим и ублажаем ее, как она сама сказала. Надо во всем, нужно знать меру и правильное рассуждение. Так вот. Вот интересно, откуда взялась такая молитва? Есть, кажется, она в последовании к причастию, я точно не помню. Богородице, Нимама, иной надежды, разве тебе Богородица? То есть она приводится, нет у нас иной надежды, как я, Божия Матерь. Хотя у нас надежда Христос, ну, странные такие слова, молитвы. Неправильная молитва, убрать ее. Об этом я не знаю, Вениамин, я почему-то думал, он Михаил Мудюгов, архиепископ. Вообще запретил ее считать. Вероотступническая молитва. Как неима мы? Это к Христу молитва относится. Некоторые написали, псалтырь Богородицы, ты его сожги сразу. Там все, что живые помощи, от Бога на Божью Матерь-то никуда не годится. Анафема. Никогда, нигде Бог говорит, славы моей никому не дам. Эти слова неистребимы. Славы моей Божьей никому не дам. Вы все тварь. Все. Мы творение Его. Не надо это заносить. Так как католики, они теперь Божья Матерь, бессеменно зачата, не от Иоакима. Чего ради? Когда это кто понимал? Притом вот такие вот разные там и Папа, Святейший, Всесвятейший, да, у нас тоже не годится. Свят, больше ничего бы не надо. Ну, что в церкви-то есть, я никогда не... Просто молишься и все как есть. Раз я православный, никакой критики. Никакой. Ну, что-то там где-то непонятно бывает, ну, своими словами в это время помолись. Да еще что-то не расслышишь. Для меня льгота. Я тут больше своими словами молюсь. Я считаю, церковные дела, молитвы, вот я разбираю, жития святых во свете Библии. Все. 1173 биографии. Ну, люди-то это видят, и все во свете Библии. Выступление патриарха там, все. Ну, говорят, ну, тогда когда-нибудь вы приметесь или нет, за богослужение-то во свете Библии. Нет, я сразу отошел. Никогда. Это не моя область. И с католиками я ни разу в жизни не спорил. Ни разу. Я ему сказал только, что папа никогда не был главой епископов. Или Петр. Никогда. Сказать скажу, у меня материал к истинному православию, там все написано. Под заголовками «Человеку убийство и ложь Ватикана и гордость папства». Вот так. Ну, просто у меня есть опыт такой, я знаю, афелиок вы там, от отца и сына. Потому что половина святых отцов понимали так и так. В Библии есть, я говорю, молю отца и пошлет. А в другом месте написано, и пошлю вам Духа Святого. Ну, и все. Я пошлю. И спорить не о чем. Но я православный, я считаю символ только как в храме. Для себя я знаю. Знаю, и поэтому не спорю никогда с католиками. Если говорить, то только главное не согласишь, что главенство Папы. С этим никак нельзя согласиться. Примат называется. Никак. Вот еще хотела спросить насчет проповеди. Вот братья во время литургии и вообще во время богослужения читают проповеди. Иоанна Златоуста. Нельзя бы пробовать, например, их пересказывать. Я думаю, проповеди были более божьевыми. И во всех церквях священники не читают проповеди, а рассказывают сами. Что не считать? Можно было Златоуста не считать, а пересказывать Златоуста, например. Можно, конечно, было бы. Дома. А в храме так, как в Златоусте сидит. Ни одной буквы не пропускать. Мы мысленно представляем, что у нас Златоуст находится. А зачем за своими словами? И люди-то будут уже по-другому относиться. Одно дело, когда я считаю письмо, не просто сказал, а вот он, первое слово его и последнее Аминь. И все знают, а это проповедь Златоуста. А так от кого Златоуста? Там намелят столько. У нас как-то одно время было раза два. Выходили то проповедь Даниила Сысоева, еще что-то. Где-то на Такаре с моей проповеди стали считать. Я запретил. Ничего, кроме Златоуста. Иногда Яна Кронштадтского, бывает Кирилла Иерусалимского. Но так это редко-редко. У нас община Яна Златоуста. У нас прозвище было Златоустовцы. И у нас все время считаются две проповеди Златоуста. Субботу и воскресенье. Может быть, было, можно, но я никому не советую. Не советую. Потому что легко допустить неточность, да и еще распространять. А когда мы записываем, в интернет выставляем, все знают, святой Ян Златоуст. Дальше проповедь. Я слышал, у вас была практика, братья выходили с проповедью. Что? У вас вроде была одно время практика, братья со своими проповедями выходили. Ну, было. Которые щтецы. Было, а потом мы все это отменили. Потому что, ну, я пока здесь. А так, может быть, было бы, когда меня не было-то. Опыта нет. А они ни обстановку не соблюдают. И начинают говорить, и, глядишь, куда-то повело его туда. Не против. Ну, говорит, прям, несоответствие. И мы запретили. Все запретили. Кроме Златоуста практически. Ну, бывает, что там прочитают еще какого-нибудь, там, может, Иронима Стридонского, там, Григория Богослова, Ефрема Стридонского. Но это редко-редко. В основном, труды Златоуста, 12 томов. И в Потеряевке, и у нас здесь. И считаю, что это хорошо. Вот вы же раньше, кажется, проповедовали в церкви. А сейчас почему не проповедуете? Я думаю, это было бы для многих в назидание. Ваши проповеди не полезны для всех. Вы раньше проповедовали в храме, а сейчас не проповедуете? Не проповедую. У меня только на сайте стоит 1300 проповедей моих. А может, 10 тысяч, которые не записывали, ушли. Я каждую службу, каждую, говорил по две проповеди. В среднем она 25-30 минут. Вот считаю, суббота, воскресенье уже 4. А если праздник посередине, еще 4 посередине, утром и вечером. Вот считай, 8. 8, так это одна неделя 8 проповедей. Я много времени тратил на подготовку. Они у меня почти последние за 9 лет вошли в мои книги открытым оком. И я умею вовремя остановиться. Вот у нас писатель или поэт, он пишет, уже видно, что и разумом ослабевает. У меня написано столько стихотворений, по 9 куплетов 3467. И в один день я раз отрубил все. Проповеди больше не будет, только Златоуст. Отошел, это мое право. Меня никто не отстранял. Я не запрещенный. Но я могу в любое время проповедовать. Вот приехал к нам метрополит и просит, чтобы я сказал проповедь. Ну, я сказал проповедь. Ну, я сказал на тему о свободе буду говорить. Я никогда не смотрю, нравится, не нравится там это. Один раз говорил, а епископ стоит в алтаре. Когда кончился, он сказал, вы откуда это взяли? Я говорю, я не знаю, я просто молюсь. Там есть такой ефот. Ефот. Там меч Давида был. Ну, я это обращаю к Слову Божию, к проповеди. Вот в Москве, когда бывают, там меня сразу одевают стихари. Вот были мы где в Грузии. Среди служб только приезжали, а там мой крестник, отец Наум, еврей, священник. Меня сразу же на проповедь. Были Лиссабоне, Португалию. Ну, где вот такие попадали мы, там я везде говорю, дома не говорю. Внезапно отрезал ни одного стихотворения. Мне еще рука дергалась. На молитве там бывает охота. Все отошло. Просто у меня другая работа. Я все время работаю. У меня главное-то молитва и форум. То есть YouTube. Много вопросов, много бесед. Не сцепляюсь никогда ни за что. Но сказать, я не держусь, это будет неправильно. Иные, да я не держусь. Я староста и начальник лагеря был до прошлого года. И меня скинуть почти невозможно. Почему? Я говорю, я уйду только тогда, когда вы покажете, что вы будете делать лучше. Вот, чтобы я поверил в это, я сразу отойду. А ты просто счислишься, а ничего нет. У меня есть еще должность одна такая, попечитель. Она дается только за особые заслуги. Я должен всех знать, у кого студентов, у больных, какая нужда. То есть я все должен перед глазами иметь. Созвониться, послать, поехать. Это же, кажется, диаконское, да, было раньше служение, попечительство? Попечитель? Нет, это, ну, это диакон-то он помогает в алтаре. Я имею право в алтаре быть, честно, я никогда не захожу. Меня никто не видел. Я просто боюсь. Нет, в первые века. Может быть, раньше у диаконов было это? Да. Диакон этим занимался, но он не занимался попечением, он помогал священнику. Попечение – это особая забота. То есть все у меня перед глазами должны быть. И поэтому люди знают, чуть что так и звонят, там, жену в роддом повезли, в три часа ночи звонят, помолитесь. Вот сейчас только тот уезжает, тот приезжает непрерывно, все время помолиться, не считая там другие. Я считаю, что для меня Бог дал оружие, вот, я не стыжусь показать его. Сто поклонов. Она напомнила деяние шестую главу диаконов, которую... Ну, я знаю, знаю. Ну, диакон, он помогает. Они проповедовали, да, были. Сегодня диакон, кто проповедует, я даже не встречал ни одного, кажется, в храме. Ну, есть кто-то там, Андрей Кураев, может. А так, священники-то и то редко проповедуют. Проповедовать надо учиться и знать. Выпросить дарство. А миссионеры их нету, просто нету, я их не знаю. Может быть, единицы. Она имеет в виду, что были попечителями в шестой диане. Ну, я знаю, они обед давали, там, пироги резали. И больше еврейкам откладывали. А горело и еленам. А они зароптали. А чем мы хуже, ваших евреев? Иж даже здесь и то надо быть изведанным Духа Святого. Вот это начинает миссионерский отдел где-то. Это липа. Это фальш сатаны. А отделы миссионерские никто не создавал. Только Бог. И только по двое. Два. И не за деньги. Два и пошли. Семьдесят. Бог разделил сразу. Тридцать пять групп пошли в разные стороны. А сегодня миссионерский отдел. Приходит там окошечко, деньги расписываются. Это обман сатаны. Самый большой обман сегодня у нас в стране может быть. Это миссионерские отделы. Люди подделывают документы. А здесь подделка по Духу Святого. А живет в грехах. Это не талант. Это полная отдача Духу Святому. Бог показывает внутренность человека. О чем сказать. Они этого не знают. Они только нападают. Миссионер, значит, надо свалить его, перетащить к себе. А Бог такую задачу не ставил миссионерам. И вас, говорит, поведут для свидетельства. Рассказать. Когда говоришь людям, они не понимают ничего. Проповедники. Это Гитлер проповедник. Керенский, Ленин. Это хорошие проповедники. Но проповедуют о другом. Когда благовестники. Благовестники. Это о Христе, о жертве Христа. А миссионеры. Это люди, которые в Духе Святом трудятся. Этому нельзя научить. Это только Бог открывает. Он замкнет уста и все. Еще не скажешь. Я говорю, как будто бы какое-то открытие сделал. Но я говорю, где вы видели, чтобы команда была отдела, где? Христос образовывал? Нет. Святые отцы образовывали? Нет. Нигде нету. Кирилл и Мефодий, кто двое пришли. Ну, чего я доказывать буду? Двенадцать апостолов по двое перечисляются. Почему двое-то? Один говорит, другой молится. У Павла не заладилось там с Марком-то. А Марк племянник Варнавы. Варнава его взял, а Павел избрал силу. Теперь два. И святые говорят, это и хорошо. Два светильника в одном месте, это многовато. Они пошли, он ему прислуживает, помогает, учится. И когда сегодня говоришь, а у нас миссионерский отдел, обман под миссионерский отдел подыгрывает. Сатана принимает вид Ангела Света. И поэтому такой раздор везде у них. Я смотрел недавно, Тувинская там выступает. И там, ой-ой-ой, не приведи Господь под эту молотилку, кому попасть священник. Ну, возможно, я думаю, я была на миссионерском слете в Туве, и могу сказать, что они очень жертвенно трудятся, стараются. Может быть, они искренне это делают. И с чистым сердцем... Старания нет. С чистым сердцем не надо обманывать. Я с чистого сердца, это все говорят. С чистотой сердца Бог определяет, а не ты сам. Понимаешь, вот когда касается эта грань, третья ступень, они сразу падают, как мертвые. Сектанты все на первой ступеньке. Первое – это дай, помоги, избавь. Второе – благодарение, третье – словословие. Вот на третью ступеньку, когда поднимешься, поднимешься, тогда ты сам себя увидишь. Она первая – я прошу, дай мне, зачем себя смотреть? У меня горе, у меня сын в армии там убивает его. Еще что-то. Первая ступенька вообще внутрь никакого проникновения не дает. Она говорит, что есть Бог, я кричу. Мама, помоги бомбить в начале войны, кричали. Вот и все. Второе – это уже благодарение. Я понял, мне полезно, и я благодарю. Но не дальше, это все земное. Третье – пренебесное, ангельское. Свят, 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 Господь с собой. Но это можно людям рассказать. И миссионерство – это третья ступень. Проповедники там могут, я говорю. Один из самых лучших проповедников – это был Гитлер. Фидель Кастро умел говорить. Но проповедники, они несут любую идею. А благовестники хорошие. Хорошие очень люди есть, проповедуют и все. Но это не миссионеры. Он все время выходит на одну капельную, говорит, он никуда не поедет. Вот меня спрашивают, а Ян Кронштадтский был миссионером? Думаю, что нет. Он просто проповедовал и говорил. Миссию он не выполнял эту, он ее и не ставил перед собой. Но ему Бог открывал. А может быть, был. Я все про него не знаю. Вот начинает о ком-то спрашивать. А ты о себе знай. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вообще не его. Я говорю, будет тема в следующее воскресенье. Вот такая. А со мной идет племянник и говорит, а кто должен определять, имея Дух Святой или нет? Кто-то мне должен сказать? Или я сам должен определить? Сам по себе вопрос-то что-то говорит уже. И ответ его такой. В Духе Святом. Серафим Саровский был. Стижание Духа Святого. Служба. Да когда она кончится длинная. А он стоит, у него лицо изменилось. Его под руки выводят. Он руки опустить не может, а костенел буквально. Вот это то состояние, о котором говорит Исайя. Но надо маленько аналогов искать где-то. Кого нам послать, Господь говорит? Полное молчание. Исайя, я! С нечистыми устами. Серафим берет уголь и провел. Вот что миссионеру надо. От всякой скверно очистить уста свои. Они как разбойники ведут себя. Жестокие, жестоковыные. И они ни слезам не верят, ничему. Может, они еще молодые и неопытные? Нет мудрости. Не в мудрости дело. Дело в жестокости. Железные, говорит, жилы в шее и медные лбы. А они видят все враги. Ему куда ткнули, там он и будет. Он в себя не направляет. Он не понимает этого. Я гляжу, вот они сидят там, склонились, священники. Начинаешь говорить, я ему открываю, показываю, торговля запрещена. Торговля в храме только там, где Христа нету. Пока Христос не пришел, они торговали. Он зашел, говорит, дом торговля. А уже на Страстной неделе второй раз выгоняют. Говорит, вертеп, разбойников. Вы считали? Ну, у нас же свечки. Да про свечки слова нету. А про голубей сказано. Верея-то торговали, так не в храме. Это у них в храмом дворе было. Не в храме же там быки были. И то Бог все выгнал и прокинул. Меняют деньги, только и гремят. Ну, маленько так глянуть. У нас торговли нету. Ты же не видел, ни в Потеряевке, ни здесь. Ну, можно обойтись без этого. Они не могут, у них деньги, деньги, деньги. Церковный бизнес. Сопренно. Сопренно закрыть. И на этом все, если надо, сколько нарезы там. Да и кресты-то все какие. Ни одного креста нету. Ни одного нету нарезах-то. Вот такие цветочки, масонские знаки наставили. Крест должен быть четко. Прямые линии. Четыре. Четыре? Или шесть, или восемь. Посмотри, как на старинных зданиях, где старообрядцы. Какой крест? Прямая черта, прямая. Все везде. А вот обязательно на конце набалдажники какие-то. И люди такие же делают на могилках. Зачем этот на конце шишки-то делают? Где они видели? Ну, такие простые вещи, не знать. Ну, еще же тут толковать-то. В храме женщины без платков, брюков. Я уж про это не говорю, им разницы нет. Все защищают. Проще сказать, делайте, как у нас. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И в ком видите этот образ? Вот у нас как богослужение, ты заходишь, какой? Семь минут полное молчание. Полное. А потом царские врата открываются, чтобы мы за неделю успели отблагодарить. Никакого передвижения нет. Опоздал, стоит в притворе. Никаких денег нет. Как одеты? Ни одной волосинки нет. А вот старообрядство полголовы открыто, если она не замужняя. Так сказать, смотри, я не замужняя, ты не пройди мимо меня. Ну, так же нельзя. Ну, что тут непонятно-то? Посмотри, как у нас одет. Она грудь сосет, маленькие девочки, как они одеты. Занятия, когда идут детские. Не знаю, нам это открыто. А вот не понимают. Ну, не понимают, значит, у Осипова в учениках будешь сидеть. И что интересно, Масонов, галстук снял, обязательно верхняя пуговая должна быть расстегнута. Это обязательно. И вот расхлюстанные сидят. Ты посмотри военные снимки, как военные одеты. Мы воины Иисуса Христа. Ты, Златоуст, говорит, у нас все иное. И разговор, и походка, и все еда, все другое у нас. Люди этого не знают, живут по-мерзски. А кто любит мир, кто нет любви очень. А любви нету. А любите меня, соблюдите мои заповеди. Тут же все просто. Вот она, женщина, пришла и плачет. Вот, я вижу, Гускор, я показываю, миссионер, он тут же на нее бросается и ее долбит. Не годится это. Миссионерские отделы сегодняшние делают их жестокосердными, беспощадными. Ему обязательно победу надо одержать. Они хамье настоящее. Там пацан какой-то есть. Он не смотрит в четыре раза старше его человека, он не понимает этого. Все, миссионерский отдел. Он даже этого не понимает. Почему? Он не молится. Так он в храме бывает, он не молится. Дух Святой все равно обличил бы его. А он не понимает. Хам. Я еще хотела сказать о работе с молодежью и подростками у нас в церкви. Например, если сравнить, какая работа у гоптистов в работе с молодежью, то у нас совсем как-то все, а не серьезно. Например, если есть работа, то нет призыва к обращению ко Христу, проповеди рождения свыше молодежи. И поэтому смотрю я сейчас на молодых людей, и у нас практически нет возрожденных. Ну, я не осуждаю, но я это вижу. А если, например, у баптистов посмотреть, то у них очень много таких людей, вот, членов церкви, возрожденных. У нас обстановка, к сожалению, печальная. Что с молодежью, что это было? У нас в православии молодежи не работают, как у баптистов. Да, не работают. Не работают. Вот они показывают, там разные аненербы свои, там, как у Гиммлера, по Санкт-Петербургу идут, там, благовестники где-то. Другие там папиросы у кого-то вырывают. Что сказать? Ему говорить-то нечего, он чужой совершенно. С молодежью, он даже не понимает, как с молодежью работать. Работать это не сказать ему. Вот у меня, они моложе меня все. И каждый день что-то им говоришь. Опыт передавать. А как? Годен на благовестие или нет? Дело покажет. Дело. Пока пусть делает то, что под рукой. Посещает больных, помогает, молится, молится, считает Слово Божие. Ревности нет. Ну, я не буду никуда идти, я просто знаю, я говорю, ревность, а как определить? Как мне Бог дал? Вот какое там? У меня никакого образования нет. Но где бы обо мне ни писали с первого дня, все всегда говорят, молот душой. Это, ну, тут не надо скрывать даже. В больнице или я в армии, или в тюрьме. Всегда молот душой. Почему? Я по-другому не могу. Я не настраиваю себя на эту волну, быть таким и все. С кем разговаривать, с кем не разговаривать. Один вопрос. И они сами спрашивают, даже верующие, а как вы решили с этим говорить, я не с этим не знаю. Меня как будто кто-то подводит к нему. Хотя они не нужны. А как вы его вычислили? Ничего я не высчитывал. У меня нету таланта на это. Я просто молюсь и молюсь непрерывно. А Господь свое дело делает. С молодежью как работать. А что ей нужно этой молодежи? Немножко приглядись маленько. Вот у нас есть, в Потеряевке было там, были занятия. В лагере прям деревенские приходят по воскресеньям. Сейчас не помню, кажется, что-то тема такая была. Игра, что ли, об игре, кажется, называется. И я говорю, есть одна игра, страшная смертельная игра. Ею играют только священники в алтарях. Такой пропыни нету ни у златоуста, ни у кого. Почему? Громаднейший опыт. Я это все беру на сегодняшний день и из разных святых отцов соединяю мгновенно. Даже не думал говорить, у меня мгновенно кадры идут какие. Я и говорю. А почему? Ну, сами смотрите, я тебе направление дал уже. Игры разные бывают. Самое опасное, самое страшное, самое гибельное, это в алтаре играют священники. И ты не понимаешь, я тебе скажу, причастием играют. Телом Христовым. Вот теперь думайте. Это я священникам, там, епископам говорил. Если совсем не знаешь, помолись хоть год. Бог откроет глаза. Я вот просчитал у одного мусульманина. Он на коне едет, а один решил над ним то ли посмеяться или что, подходит. И ты там назвал его как шейхом или кем-то, мула, мудрец. А сколько у лошади ног? Он слез и давай считать. Одна нога, две, три, четыре. Так ты что ли не знаешь? Знаю, да может, дорогой потерял ногу где. И он тогда сам устыдился, который задал. Он задал вопрос, он говорит, не знаю. Как? Вы такой вопрос не знаете? Нет. Я не знаю, отвечать тебе или не отвечать. Я этот вопрос даже не могу решить. Вот мне звонят иногда. А вы этот вопрос? Я говорю, вы когда задали? Вот только сейчас задали ответа хотите? Не знаю ответа. Отложите, помолимся. Почему тебе конкретно? Для тебя нужен ответ. Толкование я знаю тебе. А как ответ? Что Бог мне показал местописание, которым отвечать. Я не отвечаю своими словами. А какое местописание открыть? Вот тут ворота идет ни один, ни на два. Там три миллиона буковок. Я должен знать, какие буковки где складываются для меня. То есть для тебя. Бывает, вместе с вами молишься, ответа нет. А бывает внезапно ответ. Я тогда человеку пишу это местописание. Я говорю, ответ пришел. А теперь иди к священнику и с ним беседуй по этому стиху. И что он скажет, твой духовник, то и делай. Моем ничего нет. Я дал тебе слово Божие и отослал к тебе пастырю твоему. И что я сделал-то? Конкретно, где мое теперь? Начни искать, где? А вот ты указал стих. Я тогда убери стих, ищи Библию перед тобой. Тогда больше ничего нет. Раз ты меня спрашиваешь, ты считаешь меня мудрее от себя. Более знающим. Поэтому не спорь. Такую даль ты ехал или что-то, а теперь начинаешь куролесить. К Антонию Великому пришли два мудреца какие-то. А мы знаем, мы слышали, вы мудрый человек. Он стал говорить о Боге, о христе. Они начали противоречить. Так, постойте. Вы пришли к мудрому человеку. Вы сказали? Да. Вы шли далеко к мудрому человеку, да. Но вы знали, что раз он мудрый, он будет отвечать не как вы, да. А что спорите тогда? Я вам отвечаю, как мудрый человек. Примите Христа. На что это за проповедь? Достаточно, чтобы оба обратились. На что даже не расположены. Бывает ко мне Олег Стеняев. Слышал о такого? И он говорит, Игнатий необыкновенно продуктивен. Ну, то есть особо. А уж Андрей меня самым великим считает, Кураев. Я себя не считаю ни тем, ни другим. Но людям это видно. Люди это видят. Домашним своим всем возвестить. У меня мама пришла, отец покаялся, брат стал священником. Это в доме только. Пять сестер, все до одной верующие. А они никто не знали, не слышали. Это никому я не навязывал. Они просто видели. Видели и говорил, конечно. Это Божье дело. Слушаю. Да. Еще я хотела спросить. Вот есть в вашем лагере лозунг такой. Россия должна встать. Россия это мы. И меня немного он смущает. Это ведь наша Родина на небесах. И написано в Слове Божьем в послании апостола Петра, что мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Наша Родина на небесах. Но здесь на земле у нас же нет Родина. Мы здесь странники и пришельцы все, христиане верующие. И что, раз мы странники и пришельцы, вывод-то какой-то делать надо. Еще закапывать на остановке. Поезд остановился на пять минут, а мы побежали где-то золото закапывать сюда. А поезд тронулся. Странники и пришельцы. Но и странники должны вести себя так, чтобы и других за собой привести. Родина наша на небе. И отечество, если бы другое имели, то имели возможность вернуться, если бы землю подразумевали. Апостол Павел пишет об Аврааме. А мы имеем отечество на небе. Патриотизм это небесная отчизна. Я об этом говорю. Она имеет в виду, почему у нас в лагере лозунг. Россия должна встать, а Россия это мы. Когда у нас отечество на небесах. Интересно, подломило где. Не сразу ей ответишь. Понимаешь, какое дело-то. Дети-то у меня приезжают, бывает совсем неверующие. К нам приезжает всякое начальство. И мы им должны показать. Вот они везде всем помогали и в Алжире поделать революции в Кубе. А я говорю, что Россия должна встать. Ее свалили. А Россия, это мы. А Россия раз мы, поэтому по-христиански ведем. И Россия должна стать христианской. У нас называется экстраполяция событий. Или перенос с одного явления на другое. Тут много заложено. Россия должна встать. Никто не придерется. Мы не говорим, она разбитая. Она сблудившаяся. Она валяется в блевотине. Россия должна встать. В этом все сказано. Она лежачая. Ее надо поднять. Это моя родина здесь. Я отвечаю за свой народ. Павел говорит, за родных израильтян. Я готов быть отлученным от Христа. Еще себе хватил. Даже на это идет. Родных мне по плоти русских. Я России говорю. Россия это не нация. Это страна. И Россия должна встать. То есть стать христианской. У меня есть такое стихотворение. Виктор Николаевич поет строительный отвес. Слышала? Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды прилживейших ловес. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие. Вот единственный отвес. Отвес это значит, ну, взять-то нечего. Ну, как проверяет, как висит. Вот здесь вот что-то висит. Груз какой-то. И ниточка здесь вверху. Отвес строительный на тоненьком шнуре. И по нему свой сноб поставим прямо. А граду выправ на своем дворе. Кто не стоял, по смерти примут сраму. И опять восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды прилживейших ловес. И будешь во главе других государств. А не плестись в хвосте других государств. Евангелие. Вот единственный отвес. Тут все сказано. Я имею ввиду встать по Евангелию. Другим возвестить. Где они бывают. Нам до сего дело есть. Я увидел, как нового президента избрали в Америке. И как сейчас рисуют его через оптический прицел. То есть пришибить его надо, как Авраама, Линкольна или Джона Кеннеди. Я сказал всем, надо усилить молитву за него, чтобы Бог его сохранил. Дональд Трамп. Мне это близко. Сирийские дети мне близки страдают. И вдруг он говорит, запретили там из Сирии приезжать там. Сейчас этот, он новый принял указ. Первый указ, он прямо в атаку бросился. В 8 стран, кажется, или 7 запретил мусульман принимать. А сирийских христиан, говорит, надо помочь им. Они вылететь не могут. У них денег нет. То есть, чтобы бюджет помог сирийских христиан в Америку перетащить. Их там убивают, режут. Что это, мало? Обама это сделал. Обама ввел сатанизм в школе. Вот как сатана был. Пережили его. Как говорится, черная, зовут его черная обезьяна. Мы молились и за Обаму. Ну, в школе преподавать сатанизм. Приняли на государственном уровне. Уже уходя, успел принять закон. Но он сейчас некоторые законы отменяет. Новый президент Америки. И при том он заявляет о себе, что верующий. Пресвятериянис. Вот так. И его никто не отлучил от общины за такие убеждения, за такие законы Обама. Что делать? Он имеет в виду про Трампа. Трампа, которого избрались сейчас. А Обама-то, который принял сатанинский закон в школах преподавать. Бывший президент Барак Обама. А это Дональд Трамп. Он что сейчас говорит, делает. И с Россией наладить надо отношения и прочее. Она имеет в виду, что Обама же тоже был верующий. Во что он верил? В сатану? Его за сатану считали. Верующий. Какой он верующий-то? Преподавать сатанизм в школе. Принял указ. И сейчас в школах всем христианам, всем сатанизм изучать. Какой же он верующий-то? Эфиоп черный. Вот еще хотела спросить, как вы думаете, как вы относитесь к такому термину, который ввел отец Данил Сосоев? Уранополитизм. Греческого урана. Урана с неба и поле с народ. Уранополитизм это училие, утверждающее главенство божественных законов над земными. И главное родство считается не по крови, но во Христе. И что христиане не имеют здесь вечного гражданства, но ищут будущего. И что христиане, странники и пришельцы на земле. Но все это объединено таким термином уранополитизм. Еще получилось. Данил, как сказать, уранополитизм. Объединил в одно слово уранополитизм. Как? Уранополитизм. А что такое? Да, да. Ну вот, это учение, утверждающее главенство божественных законов. Это учение, утверждающее главенство божественных законов. Ну, так и говорите, а зачем это в одно слово-то? Надо евангельской терминологией пользоваться. Какая-то бабка там урана, урина, что она скажет? Зачем это нужно? Показать грамотность свою? Апостол Павел эти слова не употреблял. Иоанн не употреблял, Петр нет. Мы должны библейскими словами оперировать. Тогда будет понятно. И подтвердить это место, да хоть так понятно. Кто любит мир, нет, кто нет любви в очередь. Вникай в закон совершенный. Дабы в точности исполнить написано Иисуса Новина 1.8. А еще тут не надо ничего открывать. А при чем кто-то сказал? Сказал там Иисус Новин. Здесь Господь говорит, Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо через них, вы думаете, иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Павел Кремлин пишет 10.17. Вера, отслышание, отслышание от Слова Божия. Весь мир приобретешь, душе повредишь. Какая польза? Вот все это в том и заключается. Какой приоритет? Это явно, что мы должны жить для неба и думать об этом, и действовать. Как будто сегодня умрем. И тогда оно многое отойдет, как ненужное. Я все вспоминаю, когда кому плохо. А у меня-то нормально. Пища переваривается, кровать сухая, сам не избитый. Еще не благодарить Бога-то. А другие где-то сейчас прижались, как был архиепископ Геннадий, говорил, Константинопольский, святой. Ты лег спать, а он кричит, хлеба дай. Третий день не ел. Он лежит, с него вода течет, на него вода под него подтекает. А ты лежишь на своей постели. Понимаете, это все, когда подумаешь, как там везде бегут эти беженцы, все бросают. А у меня все свое на столе. Весь этот мой беспорядок, который я считаю порядком. Тут два телефона. Чего не жить-то? Только сегодня звонят священники, другие друзья. С потеряем приехали. Сливки покупай, бери, ешь. А у него ничего нет. И поэтому заглохни, чтобы тебе не слышно было. Благодарю за то, что есть сверхмеры всякой. Я не по делу отвечаю, наверное. Ну, вы ответили на вопрос. И еще хотела вас спросить. Вот мне уже многие верующие, члены церкви говорят, ну, что ты изучаешь писание, книги изучаешь. Ну, и говорят мне словами поисия святогорца, что не надо ни во что-то вникать, и просто женись, и, ой, выходи замуж, и ни о чем не рассуждать. Я думаю, эти слова совершенно не евангельские, и не по Библии. Что девушкам не надо изучать писание, и, ой, вникать в учение. Написано, каждому обращены слова священного писания, не вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Не только к братьям, это обращено. Она имеет в виду православную, и говорят, что зачем тебе изучать писание? Выйди замуж, и вроде как на этом заглох. О, я даже не понял. И приводят слова поисия святогорца, да? Еще святогорец говорит. Ну, что не надо вникать в Слово Божие? Как не надо вникать в Слово Божие? Анафия моему святогорца, и все на этом. Как не надо? Написано, вникай день и ночь, и кто другому учит анафия моему? Галатам 1, 8, 9. Вы их не бойтесь, авторитетов. Святогорец. Пусть там и сидит на горе. Когда Слово Божие говорит день и ночь, вникай другим не си. Надо на исповеди вести. Если ты никому не проповедовал, не говорила, не благовествовала, на исповедь не принимать. Талант зарытый. Кого ты приобретешь-то? Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Слово Божие. Идите по всему миру. Да как это к апостолам? Ошибаешься. Деяние апостолов, 8 глава, 4 стих. А рассеявшиеся ходили и благовествовали. Златоуз говорит, самые сильные апостолы остались, где кипело гонение. А это пошли жены, девы, все по всему миру. Бабки говорят. Ну, такой уровень. Священники не научили. Не знают. У нас ни одна бабка этого не скажет. А мы православные, они у нас знают все. А то они тупые. А они темные. Да ни один баптист свою бабку так не назовет. Они с ними работают. В Германии какой бы идиот не родился, он трясется, руки загнутые. И с ним занимаются. Его учат. А у нас только куда-нибудь в отходы его на счастье размонтировать. В церкви там стоит, трясется. А этот научат хоть какие-то обои клеить. А он радуется. Они занимаются. Любого Маугли учить будут. А здесь у нас товара много. А немцы, говорит, много потеряли на Курской дуге. Почти 100 тысяч. Я говорю, а сколько русских погибло? Русских, да почти 300 тысяч. Еще себе. За одного немца 5-6 платили. Вояки. А почему? Закон Божий не внимали. Поэтому Бог прислал чему такую. Мы должны глобально мыслить. Не просто напал на нас кто-то. А по Божью попущению. И здесь так же. Рассуждай во всем с позиции вечности. Бабок этих, еще говорит, неграмотные. Не надо обращать внимание. Иеремия говорит, они будут на тебя, как бурный вихрь. А тебя сделают, как каменная гора. И они не сдвинут тебя с места утесом, скалою. Они говорят, а ты переучи их. Вот у нас это не говорят. У нас при входе в храм распятие. И написано, идите и пропадайте Евангелие. Дальше. Ходили и благовествовали. Там что-то сильно выгорело. Надо черным написать. Написали синим. За лето выгорело. Спасибо, Христос. То, наверное, все уже. Мы долго говорим, да? Долго. Ну, я еще... Можно мне еще один вопрос задать? Еще один вопрос. Ну, давай один, последний. Вот. Мне непонятно, почему запрещено знакомство по интернету в общении. Потому что, например, у меня... Ну, я часто знакомлюсь по интернету, и все мои близкие, друзья, близкие по духу, в основном... Ну, я с ними общаюсь по интернету, и непонятно, почему вот так в общении. Одно слово понял, это интернет. Больше еще нет. Она говорит, почему запрещено через интернет знакомиться с людьми? Я где-то тут общаюсь, у меня ноги, друзья, через интернет. Нет, 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 нет. Здесь-то идет, Катя, о замужестве речь. Да, ищут друзей и прочее. Не просто знакомых. У меня знакомых тысячи. Речь идет о молодых. В первую очередь они начинают знакомиться, и дальше одна гибель. Не знакомиться. Не знакомиться. У нас принято на собрании, на стенку вывешено. Считай, то другое. У нас были такие, которые знакомились. Только вытаскивать их уже некому. Едва-едва можно назвать верующими, с кем они познакомились. А что дальше будет, дальше уже неизвестно. Какие дети будут, какие что. Обман. И вот познакомились. И вот она идет на свидание. И она видит, как он идет за углом. Еще они не встретились. Рисунок такой. Он идет, цветы несет, такой там в галстуке, все другое. И показывает, как на самом деле идет он такой. У него есть весь наколотый, там пять сроков отсидел. Курит идет. А она-то думает. И он идет и думает, такая она красавица. Ее не видит. А там видно, такая сгорбатилась лохудра. Ну и вот. Это воображение. Если он ее в глаза не видел-то. Какое это знакомство-то? Аватары, ники. Глупости всякие. Если это от Бога, Бог усмотрит. Усмотрит. Я пока не знаю ни одной настоящей пары, которые по интернету познакомились. Верующие, христиане. Ну просто мне, может, не попадались такие. Знакомятся в церкви. Вот он приходит и моему брату-то и говорит на заводе один. Что делать со Светкой, не знаю. Сейчас пришли, говорит, на работу. Опять она там рядом, парк с воинской части. Опять она там. А я в ночную смену. Я все-таки убью ее. Вот это да. Он говорит. Ну так а ты где с ней познакомилась? Ну там с площадки. Она, говорит, там и есть теперь. А у меня, говорит, ты спроси где. Говорит, ну а тебя где? Ну я, говорит, из армии пришел. Говорит, сразу в храм. Пришел, а там поют. Я посмотрел, девушка одна сильно поет, так хорошо. Потом другой, третий раз пригляделся. Низковатая ростом, правда, она. Но я увидел, какие глаза у ней. Какая она добрая. Потом к родителям сходил. Ну и теперь я знаю, где она. Говорит, а где? В храме? Сегодня день преображения. Я ее искать на танцплощадке не буду. Мне ее убивать не надо. Моя Аня там, говорит, Нюра. В храме? Вот так. Где-то я ее искал. Я себя нашел в храме. Я за ней в тюрьму, куда иду, еду. У меня стопроцентная гарантия, что она делает то, что требуется. Она не пойдет, куда попала. Стопроцентная гарантия. 99 это уже смущение в душе. Вот поэтому. А в интернете вообще? Кто ты знаешь? Кто он такой? Один не подписывает ни имя, ни фамилия. Странник, странник. Может быть, буквы-то отбросить надо, чтобы поняли, кто он. Я хочу с хорошей девушкой познакомиться, чтобы она обязательно девица была, не тронутая. А сам, может, говорится, кобель безхвостый, где только не был. Ни имя, ни фамилия не говорит. У вас вообще не такие есть? Я говорю, не про вашу честь. Мы бы ему готовили кого-то. С невестами вообще туго. Спаси Христос. Да, должно быть такое желание, какое было у Иисуса Новина. Он сказал, я и думаю, будем служить Господу. И такого надо искать, чтобы... Она говорит, должно быть желание, вот когда если в браке хотят заключать, что я и мой дом будет служить Господу. Ну, это я хорошо понял. Правильная мысль. Без благословения этого не будет. Вот когда пошел он, Елеазер там, послал Авраам его, ну, только со своей, единокровной должна быть, одной веры. Не так, что она будет баптистка к себе тянуть или католичка. Она тебя католищит. А он-то загадал, вот если я попрошу, а она слов напоит, да еще там пригласит. Он, почему? Потому что он знал, что Авраам добродетельный. У него сын Исаак такой же. И жена должна быть такая. Он именно загадал главное качество доброты, приветливости. Через что он и получил благословение о рождении сына в неположенные сроки. Из сухого рва, говорит, произрос такой корень. И так и получилось, она, вот она, она первая. Ревекка подошла. Я напою ослов, она-то не знала, что он загадал. Там он смотрел и понимал, от Бога или не от Бога. А у нас и солома есть. Накормим ослов, а у него с собой все было. И дальше уже мы видим, как они разговаривали. Ее вызвали, пойдешь. Сегодня-то она начала бы что-то говорить или там жеманищить. Она, пойду, куда пойду, какой он косоротый, косоглазый, пойду. Понимаете, вот мы должны учиться здесь, как избирать. Она доверилась Богу, доверилась отцу своему. И все получилось, как надо. И у Якова такая же история была. Надо Бога любить. И Бог как-то устроит, найдет, покажет. Ты только молись. Обязательно. К нам приезжали даже от старообрядцев. Смотрят, там девушка стоит. И как я говорю, ну не пойдет она к старообрядцам? Потому что вы начнете над ней там выкоморивать. Там обязательно ее там докрещивать надо. Довершать они называют. А дальше Библию считать нельзя и прочее. Честное и будет-то. Ну дальше-то что? Она крещена в полном погружении. А ты еще-то на ней выкоморивать там будешь? Да нет, конечно. Ну еще, побыл, посмотрел. Хороший парень, все. Вот у нас в Потеряевке живет он, племянник мой. Он из старообрядцев. А она в московской патриархии была. Познакомились и все. А у нас-то ничего не требуется, переходы. Пришли, признаешь, батюшка их повенчал. И они живут. Ходят в православную церковь. Ну только там ходят. Потеряевке. И все. А старообрядцы над ними никакой власти сейчас не имеют. А родители рядом живут, по соседству старообрядцы. И другие братья тоже. А родителям там уже наказали не ходить. На богослужение нельзя. Отлучим вас, если играют причастием. Это уже их. А молодежь-то пока ходит. Мы никого не зовем. Переходить никуда не надо. Мы едины во Христе. Одна вера. Один символ веры. У нас считается Духа Святаго, Господа истинного, Животворящего. Мы считаем истинно, как было до патриарха Никона. Все на этом. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. Если будет какая-то нужда накопиться, не раньше, чем через месяц. Хорошо. Во славу Богу.